Сегодня мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам, День жертвоприношения. В этот день, сразу после восхода солнца, мусульмане совершают омовение и отправляются на молитву. В Щелковском районе проживает около 20 тысяч граждан, исповедующих ислам, примерно десятая часть населения муниципалитета. Так сотни верующих собрались на утренний намаз в соборной мечети города Щелково. В этот радостный праздник желаю вам здоровья, благополучия, всего самого наилучшего, а народам России мира и добра. С праздником, дорогие мусульмане! Куран-Баран вызывает к единству, сближению людей, общему следованию принципам, соперливости, милосердия, искренности, взаимоуважения. В Щелковском районе мусульмане активны участники общественно-политической и культурной жизни. Как гласит предание, пророк Ибрахим по воле Аллаха хотел принести в жертву своего единственного сына, но в последний момент Аллах заменил жертву на ягненка. Как считается в мусульманской традиции, это символизирует запрет проливать человеческую кровь. Курбан-Байран называют еще днем милосердия. Он знаменует окончание хаджа, ежегодного паломничества в священный город Мекку. Считается, что каждый мусульманин должен хотя бы раз в жизни его совершить. Сам же обряд жертвоприношения в последнее время верующие совершают в специально отведенных местах. Дорогие братья, хлам Всевышнего благословения правильные дела, извиняя мои решения, не дозволяя нам в постройку, хлам Господа миров, что мы собрались в этот праздничный день здесь еще в соборном лечении. Сегодня мы с вами, как и усынами России, всего мира, празднуем один из главных праздников славы Идаль-Арха, Курбан-Байран, праздник жертвоприношения. Хочу поздать вас с этим праздником, праздником покорности Всевышнему Творцу. Сергей Дадыко, Анна Балиет, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».